Началось все с того, что на карте Келлера нужно стало найти пустыню Такламакан, что в Китае. Пустыня нашлась, но оказалась она, увы, совсем не там, где хотелось бы. Вот расположение пустыни Такламакан на глобусе Google. А вот та же самая пустыня, но на карте Келлера. Мы здесь видим, что верхняя северная часть Азии у Келлера беспощадно, непропорционально спрессована по отношению к южной, что влечет за собой перенесение объектов из Монголии и Китая в нашу Сибирь-Якутию, Дальний Восток. И это многих сбило с толку. Возможно, это было вызвано непропорциональным расположением событий на карте мира. Северная Азия не так заселена, как южная ее часть. Тут один населенный пункт север к десяти югу и более того. А посему размещение такого количества событий требует места. Оттого южная часть Азии получилась непропорционально объемней. А север, где населенных пунктов немного, пришлось сплющить. Такая своеобразная логика бытовала у древних картографов. Главным считалась не пропорция, а события. Так, если на маленькой речке произошло в свое время какое-то знаменательное событие, допустим, сражение, ее могли нарисовать крупнее огромной реки, да еще и сопроводить толкованием на пол карты. Надо сказать, что до 15 века бытовали карты, этакие веселые картинки, и назывались они эфирные карты. Эфирная карта есть вещь переходная от духовного к физическому видению мира человечеством. Символически это и было так называемое библейское изгнание из рая, когда живущим ограничили восприятие тонкого мира, мирового эфира в частности. Переход этот происходил примерно в течение 100-200 лет с 14 по 16-17. Дело в том, что раньше такая карта была много полезнее, чем современная. Как можно было пользоваться такой картой? Человеку, обладавшему духовным зрением связью с инфополем, по сути, пальцем показывали, объясняя какие-то характерные особенности, надписи, общее направление, и человек находил правильное направление. Вспоминаем такое название, как навигатор. Нави-мир – это тонкоматериальный эфирный план. Га – это движение. Тор – это зацикленное вращение то вовнутрь, то снова вовне. Таким образом, изначально ориентирование в мировом пространстве было организовано совсем иным способом. Не зря же рисовали такие карты, там связь с инфополем была не в пример нынешней. Как следствие, интуиция, чувства работали на другом духовном порядке. А почему название эфирное? Потому что эфирные тела были сто крат мощнее, обозначались почти вровень с физикой. Эфирные тела отображали художники того времени. Люди видели эфир как некую одежду всего физического. Некоторые несуразные расстояния на таких картах между объектами обусловлены надписями. Их просто необходимо было вставлять, чтобы снабдить путника информацией на предмет языковой ориентации на местности. Поэтому географии пренебрегали. Ведь это же эфирная карта, там своя система ценностей. Если попробовать самим нарисовать такую карту своего района и сравнить на современной и эфирной картах расстояние от некого пункта А до пункта Б будет колоссально разниться. И одной лишь слабостью древней картографии это не объяснить. Такое изменение укорачивание считалось уместным, потому что путь был легким. Хорошая дорога, соответственно, воспринимается как быстрая. А также и наоборот. И все эти ощущения учитывались на эфирной карте. Люди прошлого видели мир духовными очами. Как они писали, настоящий мир покоится на трех слонах, которые на черепахе. А такое описание было дано, чтобы сразу было понятно, о чем идет речь. Итак, в прежние времена, когда мир, так сказать, стоял на трех слонах, как нам известно, Жордана Бруно и Николай Коперник стали этакими революционерами сугубо физического восприятия голограммно-виртуального физического бытия. Они послужили инструментом перехода видения человечеством духовного мира на сугубо физическое – космос. То есть, лишенный возможности видеть духовный мир, человек увидел его физически. Ведь на древних картах, если посмотреть современным глазом и зацепиться, то не за что. Бред собачий, какие-то веселые картинки, где расстояние, где масштаб, где прорисовка деталей местности, как вообще применять такую карту. Чтобы работать с такой картой, нужно иметь духовное видение, образное восприятие. Итак, эта карта совмещает в себе и то, и другую сетку координат, конкретику, но и рисунки с толкованиями и отчасти логику построения эфирных карт. Чтобы доказать, что это та самая пустыня, сопоставим с книгой Марка Пола, глава 16. Здесь начинается об области Чьярчан. Страна песчаная, пески между Хатаном и Пеином, и от Пеина до сюда также пески. Здесь описывается город Лоб. Там, где в нее входят, называется она пустынью Лоб. Проверим на карте. В реке Хатан, а она протекает поперек Токламакана, добывают нефрит. С тех пор и по сей день, в зимнее время, когда река мелеет. Здесь река, огибающая пустыни рукавами, впадает у Келлера аж в северный ледовитый океан. Но на самом деле она наоборот стекает с ледников во впадину пустыни. Реки называются Тарим, и Хатан пересекает пустыню, существуют они и поныне. Далее еще отрывок. Область Пеин. Есть у них вот какой обычай. Коль от жены муж уйдет на сторону дней на 20, жена, как только он ушел, берет себе другого. И по их обычаям ей это дозволено, а муж там, куда пошел, женится на другой. Понятно, что Даниэль не бегал по Азии с прибором и не измерял ее рулеткой. Сочинял по новым сведениям, по книге Марка Пола, по другим картам. Топономизация. Интересно, что из старых топонимов совершенно замечательно сохранился город Хатан. Он до сих пор на краю пустыни, есть руины старых поселений, и это важно. Старинное название Токламакана – пустыня Лоб. О чем не знают даже Википедия. Местоположение города Хатан подчеркнуто желтым. Сохранилась история в названии маленького озерца Лобнор на другом краю Песчаного моря. Причем, интересно, гугл это озеро не показывает, только Яндекс. В водоеме этом, если глянуть с высоты нашего положения, воды нет совсем. Но зато озеро Лобнор до жути напоминает гигантское ухо – ухо пустыни. Еще важный топоним – Кумул на карте Келлера. Сохранился в альтернативном названии населенного пункта Хами – Кумул. Так и пишется на карте – красным ухо пустыни. А голубым Яндекс.Маркером развалины крепости Ецин – Эдзин. Единственное, как и озеро Лобнор – город Хами. Кумул показывает только Яндекс.Карта. Гугл пишет просто Хами. Чтобы окончательно убедиться в том, что мы рассматриваем именно то самое место, перейдем вместе с Маркой и его товарищами в великую пустыню Сию и присмотримся к одному пункту назначения. Цитата из книги. «Как проедешь 30 дней до той степи, о которой я говорил, тут будет город великого хана Сасион». Посмотрим снова карту, подчеркнуто черным, как видите, местность Тангут, город Сасион. Это на другой стороне пустыни все по-написанному. И такое внезапное обнаружение пустыни Токламакан не в том месте стало последним гвоздем в крышку гроба местного альтернативного введения Асии прошлых веков. А первые тревожные симптомы возникли при локализации легендарного города-крепости Энзина Ацин. На карте выше Эзина 89, ниже точка местоположения развалин крепости на Яндекс.Карте. Вот это то же самое на карте Келлера, если глянуть издали, в полный размер. Вот какая обнаружилась чудовищная деформация пространства, вызванная обилием населенных пунктов в южной части Азии и отсутствие их в северной. Плюс, естественно, уровень картографии 16 века. О крепости нужно сказать особо. Вики, цитата. Харахота, черный город, археологический памятник развалины древнего тангутского города Эдзина. В Хашуне Эдзин-Ци, Аймака, Алшань. Это внутренняя Монголия и Китай. Именно этот город, как считается, был описан Марко Поло в его книге «Чудес света» под названием Эдзина. Причем видны следы инфраструктуры. Это как у нас вокруг крепости, а правее даже остатки некого фундамента. Видно, как два вала идут параллельно. По преданию, сломить защитников крепости удалось, лишь перекрыв им воду. Где-то тут протекала река или арык. Они умерли от жажды и голода. И открыл этот Эдзин русский офицер Козлов Петр Кузьмич аж в 1908 году. Первое впечатление, что это были происки историков, которые перенесли крепость в нынешнюю Монголию. Для того, чтобы поддержать существующую нынешнюю версию истории. Но все указывает на то, что это несуразности карты Келлера. Далее давайте поищем точки соприкосновения и вот еще один важнейший топоним – Алтай. Это населенный пункт, но при большом увеличении всплывает подсказка, что вся горная система местности называется Алтай. Смотрим карту Келлера. Вот голубым – крепость Эдзин, а белым – горы Алтай. Название. Все как по написанному и по Келлеру сходится даже с той лишь разницей, что находится все это в современной Монголии, согласно версии официальной истории, а не в нашей Якутии, если смотреть по Келлеру на глаз. Причем точность совпадения такая, что этот самый Алтай на современной карте находится левее Эдзина, как и у Келлера. Вот еще топонимы – Булган. У Келлера – Белгиан, подчеркнуто Кремовым. На реке Таингин стоял некогда славный град Каракоран. Получается, что гробы королей Тартарии не затонули, как сама страна Монгул со славным градом Тартаром не провалилась в Тартары. А мы можем утверждать, что она и по сей день находится где-то там в просторах современной Монголии. Как говорится, ну что ж, ну что ж, будем искать. А вот в этой главе описывается великое царство Ергенул, которое находится на пять дней на восток от Канчипу. От него есть дорога в Китай, и по той дороге в юго-восток есть город Фингуи. Смотрим карту следования. Это область Тангутская, главный город Калачиан. Сендук – область на восток, много там городов и замков, главный город Тендук. Надо сказать, что Квинца – это не что иное, как современные Шанхай и Суччжоу. Эти города рядом разрослись и плавно перетекают один в другой, там до сих пор сохранились имперские каменные мосты. В свое время их там было шесть тысяч экземпляров. Вот старинные гравюры Сенчжоу. Ну а самый главный город Камбалу – Шамбала. Вряд ли теперь возможно его найти, кто-то из ученых считает, что это Пекин, но как знать. Ну и самый главный итог, который можно здесь подвести, характерна для всех городов региона одна ошибка того периода, поскольку все эти карты брались, видимо, из одного исходника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok